Кажется, продолжение Джокера 2019 года с Леди Гагой в образе Харли Квинн и под заголовком «Безумие на двоих» проваливается в кинотеатрах. Мы в подкасте, ссылка в описании, предрекали его недотягивающей до первой ленты сборы, но такого, честно говоря, мало кто ожидал. Фильм разругали критики, разругали зрителей, которые крайне вяло посещают сеансы этой ленты. Вообще, скромное выступление в прокате можно связать еще и с тем, что успех оригинального фильма был вроде как феноменом. Это был скромный по меркам Голливуда фильм, который рассказывал гиперприземленную историю, в которой демонстрируется какой-то псих, у которого с комиксным первоисточником общего разве что прозвища и места жительства. Фильм выстрелил за счет подхода и интерпретации. Это был риск, который грозился стать провалом, но почему-то удался. Я думаю, все бежали в кинотеатр убедиться, что можно и кинокомикс подать как высоколобое киноискусство, хотя фильм чуть ли не полностью был порожден работами Скорсезе. Я помню, что довольно много людей плевалось от картины по разным причинам. И вот эти ребята, скорее всего, уже не пошли на сиквел, а остальных же сначала отпугнуло известие, что это, мол, будет мюзикл, а затем испугали первые отзывы. Приветствую, меня зовут Сокол и я оценил фильм Джокер безуменно двоих. Осень тем временем крепчает и уже кофтой не обойтись. Залетайте на Всемайке, чтобы пополнить гардероб куртками. На мне куртка с 3D принтом, как и другие мои вещи, последнего времени посвященные драконам. Супер яркий принт по всей поверхности, удобный капюшон и карманы, теплый флисовый подклад, не дадут замерзнуть. Помните, я рассказывал про новые фичи конструктора на сайте Всемайки? Я сделал себе футболку с 3D принтом через нейросеть прямо на сайте, задал необходимый запрос и вот, пожалуйста, еще один дракон. Куда же я нынче без драконов-то? Также вы можете загрузить свою фотку и использовать специальные фильтры, которые стилизуют фото под любую тематику. Все это вы можете попробовать на всех доступных товарах сайта. На сайте Всемайки куча классных фишек, более 200 различных товаров в каталоге. Например, мой принт вы можете заказать на самой разной одежде, аксессуарах, посуде и других товарах. Здесь есть более 150 тысяч принтов самых разных тематик, кино, аниме, музыка, игры, мемы и многое другое. Также есть раздел без принтов, чтобы пополнить базовый гардероб. Переходите на Всемайки по QR-коду на экране или ссылке в описании и используйте мой промокод. Сокол 10.24 на скидку в 10%. Он суммируется со всеми акциями на сайте. Итак, о чем был первый фильм? Первый фильм рассказывал о становлении злодея, условного такого Джокера, который всего-навсего боролся с самим собой, а заодно и с теми, кто его угнетал. Беда в том, разумеется, кроме убийств, что Артур Флек, Хоакин Феникс, своими действиями умудрился вдохновить народ Готэма на бунт против всякого разного, став негласным символом протестов и тем, кто вдохновил всяких психов к тому же. В этом ему очень сильно помог его телеперформанс, где он разбирается с персонажем Роберта Де Ниро, который, по сути, сюда перекочевал напрямую из картин Скорсезе. Джокер Тодда Филлипса натурально был помесью короля комедии и таксиста. Первые рецензенты оригинала отмечали негативное влияние картины, которая якобы героизирует ненормального и антисоциального психа. Помнится, даже опасались терактов в кинотеатрах, как это уже бывало, и повышали количество охраны на сеансах этого фильма. Что, кстати, также создало некую шумиху и привлекло людей в кинотеатры. В какой-то момент студию Warner осуждали, Джокера боялись показывать, критики ругали его за это. И вся эта шумиха сыграла на руку. Джокер стал натуральным блокбастером, заработал больше миллиарда, хотя по всем признакам это должен был быть, если не провал, то как бы кино престижа для различных номинаций и фестивалей, которое не должно было рубить столько денег. Но всем было любопытно. Мрачный фильм об исследовании потаенных глубин разума главного персонажа, который, подчиняясь своим тараканам в голове, становится кем-то вроде народного героя, совершающего свое личное отмщение. И все это словно на неуважаемом среди эстетов искусстве под названием комиксы. Джокер Тодда Филлипса к комиксам имеет крайне опосредованное отношение, конечно, но тем не менее. К финалу Артур Флек преображается в пританцовывающего шутника в гриме, и на этом мы вроде как его оставляем. Нуждался ли первый фильм в продолжении? На мой взгляд, нет. Это был занятый такой эксперимент, который стал успешным при очень большом количестве сошедшихся звезд. Но студия, обнаружив деньги, решила снимать сиквел. На столь же гигантский успех в прокате сиквела создателям рассчитывать точно не стоило, однако в Тодда Филлипса, Хакена Феникса и других кинули деньгами. Они решили, что сиквел тут возможен, конечно, что история еще не раскрыта полностью. Бюджет сиквела составляет порядка 200 миллионов долларов, чуть больше, чуть меньше, точных цифр еще пока нет. И это против 55 миллионов долларов у первой ленты. По слухам, довольно значительные суммы на этот раз осели в карманах главных актеров и режиссеров. И вот шестеренки завертелись. На роль всеми известной подружки Джокера была нанята Леди Гага, а Тодд Филлипс заявил в прессе, что сиквел будет в стиле мюзикл. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Мюзикл? Кого-то действительно так сильно зацепили танцы на лестнице и в туалете, что теперь понадобился мюзикл? 200-миллионный мюзикл про психа? Так вот, зачем нужна была Леди Гага. Она будет петь. Не поверите, но такая реакция до сих пор у всех, кто слышит что-то о сиквеле или смотрит этот самый сиквел. Зачем тут мюзикл? Но на деле все еще страннее. Или страннее. Короче, это не просто мюзикл про психа. Это еще и судебная драма про психа, которая весьма медленно переходит от события к событию. Удивительно, но за два с лишним часа сюжет еле-еле двигается. Итак, вдохновителя беспорядков, убившего полдюжины человек, селит в психушку Архем, где он снова Артур Флек, забитый и несчастный. Сиквел с лету делает то, за что обычно многие ненавидят сиквелы. Он откатывает все назад. Далее картина рассказывает о судебном процессе, который должен быть открытым по настоянию политиков и многочисленных жертв городских беспорядков. Конечно, ведь до этого трибуны для психа было мало, конечно же. Это же так логично, окружите его камерами, пусть выступает, почему нет? Но фильм проворачивает еще один финт ушами. Это буквально судебный процесс над первой лентой. Тот фильм будто бы начитался рецензией, в которых его ругали за создание очередного Трэвиса Биккла на экране и за героизацию убийцы. И он такой решил склепать саморецензию с изобличением своего центрального персонажа и развенчать его героический ореол. Типа прикольно, и кому-то даже это понравится. Как бы ну я лично оценил. В отрыве от оригинала, в отрыве от кинокомиксов с пониманием того, что это как бы мета-комментарий, это вроде бы даже нормальное кино, если прищуриться. Да, фильм хороший и интересный в определенном смысле. Но у этого будет крайне мало публики. Попадания будут очень редки. Ведь это чудовищно раздутый дорогостоящий артхаус, в котором не продолжается история, а совершается какой-то самоанализ. Тут почти нет Джокера. Он, по сути, заходит в гости лишь в одной сцене. И это один из лучших моментов фильма. Подавляющее большинство хронометражажа. С нами Артур Флек. Конечно, все еще талантливо сыгранный. Но где Джокер-то? Понимаете, даже когда на лице грим, Джокера все еще нет. За 200 миллионов долларов создать едкое саморазоблачение в атмосфере скучной судебной драмы, которая прерывается в основном на бессмысленные музыкальные номера, в которых не так много метафор, кто в своем уме на это дал денег? Что это вообще такое? Очередная переоценка и непонимание причин успеха оригинала? Получается, что фильм ничего нового почти и не рассказывает. Он занимается самоанализом первой ленты. Безудержно трусит заходить на ту территорию, где первая картина прогулялась и отыскала поклонников. С другой стороны, фильм все же делает смелые шаги. Он рискует тем, что пытается донести иную мысль, иную мораль. В совершенно безумном мире, где убийства уже никого не удивляют, режиссер пытается сказать, что может оно хватит, хватит оно сходить с ума-то, а нужно остановиться, признать ошибки, преступления и заплатить за них. И мысль как бы хорошая. Она идет в полный разрез с посылом оригинала, но все же мысль хорошая. Но почти весь фильм, да ломоты в скулах, нудный. Сцена за сценой, мало что происходит. Артур в основном пассивен, им манипулируют то его адвокатша, то новая знакомая Ли Квинзелл, Леди Гага, Харли Квинн. То его шпыняет и смеется на Дим Махрана, то сокамерники. Обнуленный характер, нелогичность событий и музыкальные номера, которые можно вырезать без вреда для сюжета. И это получается в итоге очень слабое кино, в котором что-то есть, но это что-то надо отыскать, дотерпеть, не проспать. Ладно, ладно, черт с ним. Давайте попытаюсь оценить исполнение. Актерская игра мне все еще очень нравится. Хакен Феникс, Леди Гага, Брэндон Глисон играет одного из надзирателей. Здесь все прекрасно. Читал в рецензиях, что кто-то кринжует от Гаги, но я за собой ничего такого не заметил. Фильм великолепно снят. Очень стильно, очень красиво. Музыкальные номера редки. Это все же неполноценный мюзикл. Но все же они есть и, увы, они не вызывают реального интереса. В целом, эти самые музыкальные номера сняты хорошо, исполнены хорошо, но выветриваются из головы почти сразу же. Самый их минус. Музыкальные номера почти никак не участвуют в сюжете и в основном происходят в голове у Артура. Сама порочная связь Харли Квинн и Джокера тут есть. Она интересная где-то в начале, но акцент на ней делается не то чтобы очень серьезный. Харли как бы становится триггером некоторых вещей, но она тут как бы немного на себя берет. Артур в нее влюбляется, но проблема в том, что она любит не Артура, а Джокера. И она его типа заставляет быть Джокером. В общем, если кто-то ждал приключения в духе Бонни и Клайда, то нет. Харли в сюжете присутствует мало и даже прискорбно мало. Она в основном участница музыкальных номеров в голове Флека. И как бы все. Но я все же порекомендую смотреть картину. Проект Токино завез в кинотеатр Мираж. Вдруг так случится, что вы именно те, в кого попадет эта картина. Но смотрите на свой страх и риск. Вся критика этого фильма по большой степени оправдана. Молния второй раз не ударила. Концовка очень спорная. Но все же это не говно, это кино на любителя. Оно как бы хорошее, как и любой другой артхаус. Оно должно найти своего зрителя. Уверен, что найдутся люди, кто вообще усомнится в таком негативном восприятии картины. И будет мучиться вопросом, да почему ж? Ну почему? От меня? От меня все же бронзовая медаль. Увы, получился довольно странный фильм. В котором, по сути, не было необходимости. Но все решили заработать. Кажется, совсем не понимая, почему первая картина стала такой успешной. Причурившись и забыв об оригинале, а также забыв о комиксах, можно сказать, что это все-таки неплохой фильм, который можно посмотреть. Я бы из него вырезал как минимум 3-4 музыкальных номера, которые затягивают время и ничего не несут. И, честно говоря, подсократил бы бедные страдания нашего бедного Артура Флека. Ну и судебную драму надо тоже как-то было сокращать, делать ее интересней. И, наверное, побольше Джокера добавил бы сюжет. И тогда бы фильм, может быть, заиграл бы иными красками. Но кто я такой? Я лишь мелкая сошка. Здесь, на Ютубе, блогер с падающими просмотрами. Так что, чего от меня взять? Ну а с вами был Сокол. Ставьте лайк под этим видео, вступайте в группу ВКонтакте, а также другие разные социальные сети также есть в описании. Есть еще и Телеграм у меня там. И подписывайтесь, и следите за всем, пожалуйста. На этом я, пожалуй, заканчиваю. Пока и берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok